друзья я вас приветствую вы на канале мотолайф я комбат и у нас рубрика украина глазами байкеров мы сейчас находимся в полтавской области и я вам хочу показать монастырь который был основан еще до нашествия татаро-монгольского ига и так мы сейчас мгарском монастыре поехали честно вам хочу сказать что проезжали постоянно ну раз то уже наверное это по трассе м03 харьковская трасса от харькова до киева обратно в днепр ездим по этой дороге населенный пункт лубны и мы знаем что здесь есть мгарский монастырь и постоянно байкерами давайте заедем давайте то потом то лень то куда-то опаздываем тот дождь в общем никак не складывалось и вот сегодня 3 декабря 2021 год и и я сейчас нахожусь в мгарском монастыре сейчас мы немножко пройдемся по территории и я конечно вам расскажу интересные исторические факты про это место первое впечатление хочу вам сказать что здесь очень чисто ухоженно очень даже красиво строение все отремонтированные вот часовня пока пока мне нравится ну прямо на входе мы видим здесь вот индюки вроде бы живность так ходит сама по себе вообще очень очень интересно и сразу мы видим такой мини зоопарк сейчас мы туда пройдем так вот здесь такие клетки ой такой орел напугали моего орел и вороны тоже наверное в красной книге здесь так здесь так вообще интересные такие тут у нас конюк махноногий ну похож на ястреба я не знаю что такое конюк честно вам хочу сказать а вот совы такие вот сидят и смотрят на нас во всяком случае вы можете с детьми сюда приехать и погулять потому что показать им этих птиц интересно будет им не нравится и территория вообще все в плиточки вот мы идем сам монастырь отреставрированный снаружи во всяком случае я вижу очень очень даже все прилично и по территории много работников или же это сами прихожане или монахи это кстати мужской монастырь и здесь вот не как бы облагораживают следят за территории и и засиняйте вам храм изнутри и 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 ну вот посмотрели внутри конечно очень очень красиво все сделано просто сразу видно что это очень старый древний с большой историей храм ну а дальше у нас здесь это хозяйственные постройки мы видим что здесь улики есть но сейчас мы зайдем посмотрим что нас в часовне сейчас мне один из монахов рассказал про этот монастырь снимать монахов нельзя поэтому сейчас я вам покажу этот монастырь с высоты птичьего полета и не только и монах вам голосом все расскажет как есть а не то что написано в интернете полетели находимся в мгарском спасо-преображенском мужском монастыре мгарске называется по названию населенного пункта ближайшее село мгарь раньше назывался лубинский лубный старый город тысячи лет по преданию на этой горе селились отшельники уже в одиннадцатом веке или пещеры струи подземной церкви кельи и служили и молились господом но официальная дата основания монастыря 1619 год в этом году рейна могилянка вишневецкая вдова пиодалоте земель князя вишневецкого двоюродная сестра петра могила митрополита киевского выдала фундуш так называемых грамоту на основание монастыря призвала призвала сюда и саю копинского будущего митрополита киевского на то время монаха киопечерской лавры из некоторые братья они пришли сюда и начали основывать монастырь мгарском монастыре предположительно были пещеры пещерный монастырь был потому что мы находим пещеры вот потом были деревянные церкви около шести церквей было деревянные постройки келья но часто случались пожары в те времена и приняли решение построить каменный собор для постройки его пригласили немецкого архитектора иоганна баптиста заура и он спроектировал проект стиль украинского барокко такой же собор из чернигове по этому же проекту троицкий собор но особенность мгарского собора декоративная лепнина по преданию местные мастера украсили этот собор внешне снаружи и внутри декоративной лепнины что касается наших покровителей святых мгарским монастырем известен тем что здесь находились мощи святителя афанасия патриарха циратского лубинского чудотворца этот патриарх возвращался в константинополь и заболел по дороге и был вынужден остановиться в этом монастыре уже предвидеть свою кончину завещал похоронить себя здесь через месяц он отдав свою душу господу был погребен одном из деревянных храмов собора еще не было каменного вот сидя на троне в специальном склепе по древней традиции так погребали патриархам через восемь лет его мощи обрели случались исцеление чудеса сюда стекло сможество народа и мощи здесь находились более трехсот ли вы можете обратить на эту икону на стене она не реставрирована сделано это намеренно в память о события которые пришли в 1919 году сюда пришли большевики начали бесчинцев и грабить и разрушать монастырь собрали продовольствие надругались над иконами издевались над монахами и так продолжалось некоторое время вскоре они выехали с монахами из монастыря и обвинили их в связи с белогвардецами расстреляли вот некоторые люди собрали их тела и похоронили на скиту а в 2008 году они были прославлены как великие места чтим и святые как преподобному чеким гарски вот после этих событий монастырь был закрыт и с 36 года здесь находился патронат для идти врагов народа 46 военная часть а с 85 пионерский лагерь девяносто третьем году монастырь вернули православной церкви вот как раз все было в таком виде не было ни дверей ни окон не не пола служили таких условиях вокруг практически пустырь и постепенно усилить трудника монаха благотворитель обители возобновляется возрождается сюда приходит монахи служба проходит каждый день утром и вечером вот и таким образом постепенно монастырь и монашеская жизнь возрождается и восстанавливается чем сейчас живет монастырь чем вы занимаетесь мы занимаемся мы как монахи занимаемся всегда одними тем же молитвой прежде всего молитва и работа как завещали еще древние святые которые установили монашество это молитва и труд монахи призваны молиться за весь мир что и мы стараемся делать каждый день это наше призвание это наш труд каждый день мы служим молимся и сюда приходят люди для того чтобы найти утешение найти поддержку найти какие-то ответы на свои вопросы и мы стараемся служить богу людям и церкви какую хозяйственную деятельность вы ведете вот допустим видел улики у вас стоят да у нас есть сад есть пасека есть коровы мы производим молочные продукты когда приезжают паломники мы их всех кормим бесплатно здесь какое время года вот посоветуете вот или месяц когда к вам приехать чтобы красиво всегда можно летом летом начало осени приезжать здесь уже мы высадили очень много деревьев и поэтому здесь очень красиво летом и в конце 8 уже поздней весной тоже поэтому приезжайте даже можно потрудиться приехать кто хочет провести каникулы отпуск и приехать потрудиться поговеть и поучаствовать в таинствах поисповедуются причаститься пообщаться со священниками это мужчины такому это женщина тоже женщина тоже могут на скиту там живут сейчас монахини вот вы поснимаете посмотрите там это уже женщина могут а приехать на некоторое время потрудиться пожить походить на службы помолиться спасибо большое процветание вашего монастырю вот мы дошли до благовеческого скита сейчас зайдем вовнутрь посмотрим как здесь красиво ну вот такой у нас мгарский монастырь однозначно всем рекомендую сюда приехать всего лишь два километра от трассы вы сворачиваете попадаете в эту красоту хочу сказать что здесь энергетика просто сумасшедшая просто не хочется отсюда уезжать я вам скажу походите здесь посмотрите птицы насладитесь природой попьете святой воды поставите свечку просто духовно расслабитесь и зарядитесь положительной энергией ну что если вам было полезно и интересно это видео подписываемся на канал motolife ставим лайк и бьем колокольчик чтобы не пропустить следующее видео до встречи на дорогах пока